всем привет меня зовут владимир мельникова я снимаю видео для своего канала на ю тубе в частности про материалы видим сегодняшняя тема выплавка чугу чугуна и стали современное производство стали основано на двухступенчатой схеме первую ступень это доменная выплавка чугуна 2 различные способы передельные его стали в итоге получаем чугунный сплав железа с углеводородом от 2,14 сотых до 6,67 сотых процента до 2,14 сотых это сталь также с дополнительными компонентами это кремний марганец серо и фосфор может присутствовать как вместе со сталью так вместе и с чугуном железная руда содержит себе вот я собственно приложу на в данной таблице что именно содержится в железной руде ну в процентах значит первая колонка содержание в стали столько-то значит колонка посередине наименование компонентов и колонка справа содержание в чугуне начнем со середине наименование компонент это углерод в стали содержится от 0,01 процента до 2,14 процента справа содержание в чугуне от 2,14 до 6,67 процента значит дальше кремний содержится в стали от 0,15 до 0,35 процента в чугуне от 0,2 до 2,15 процента в чугуне от 0,2 до 2 процентов серо до 0,25 процента в чугуне от 0,2 до 2 процентов сера до 0,6 до 0,06 до 0,06 процента в чугуне 0,2 процента в значит фосфор в стали до 0,07 процента в чугуне от 0,1 1,10 до 1,2 процента вот это то что встречается в железной руде после того как уже очисли то есть от земли грязи пыли и так далее а всяких механических примесей вот то есть это уже в самой руде содержится далее продукты черной металлургии является домины ферросплавы стальные слитки и прокатки и так далее переделанный чугун использую для передела на сталь то есть вот вот добыли железную руду на рудниках и шахтах и и отправили на горно горно обогатительный завод там получили собственно из скажем так не не ровные геометрической заготовки вот и железной руды она изначально неровная она не идеально ровно и вообще хаотично по всякому отправили этот завод получили идеальную геометрическую форму в виде слитков а уже эти слитки по мере надобности отправлять на тот завод где он нужен из-за него соответственно делают то что нужно например арматуры стальные трубы листы стали и так далее то есть зависимости от потребностей ну вот я тут написал поподробнее литый чугун предназначен для производства производственных отливок имеет марганец кремний увеличивает жидко текучесть ферросплавы железо с повышенным повышенными марганца титаны и много других редких химических элементов металлов стальные слитки подвергают обработки давление то есть это прокатка ковка ну это уже на те завода где уже эти слитки переделать в темы тебя которые нужны но это все то что я хотел сказать сегодня тем конечно кратко и к сказать далеко непонятно но такие тем как правило рассматривают в для горного дела кто занимается добычей обработкой ресурсов в том числе и металлургии вот а это я рассказал для общего образования на этом все все спасибо не забывайте пожалуйста подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх также пишите комментарии если есть у кого-то какие-то вопросы может предложение с удовольствием их прочту также поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео и под добавляйте ко мне в различные соцсети я лично этому буду очень рад но на этом все всем спасибо и до новых встреч